Друзья, замечательные молодые и пожилые люди, ираны космонавтики, поздравляю вас всех сегодня с этим знаменательным днём. Для вас это большой день в жизни. Вы, люди нашего будущего, молодые, и будете, уверен, много лет усвятить этому делу, делу освоения и космического пространства, и создания ракетно-космической техники. Я также очень благодарен руководству военнеха за оказанную мне честь. И хочу коротко рассказать и о своей небольшой судьбе, и как протекали события. И в частности, рассказать о, на мой взгляд, выдающихся, но обычных рядовых сотрудниках РТК «Энерго», которые были выпускниками военнеха. Я сам родился в 1944 году в семье военнослужащего. Папа мой штурман морской авиации, закончил и училище Фунзе. Здесь, оказывается, был морской курс, морской авиации, штурманский курс. Затем авиационное училище всю жизнь готовил штурманов для морской авиации, беспутной авиации. В частности, сейчас на сайте Минобороны опубликованы люди, которые внесли большой вклад во время войны. И туда попало два наградных листа моего отца. Историки на орден Красной Звезды, на медаль за боевые заслуги. Так вот, мой отец, оказывается, только с 1942 по 1943 год подготовил более двух тысяч штурманов в военно-морском авиационном училище имени Ливаневского. Есть и эвакуация в Бесочеке. Ну и после войны папа закончил академию Молинскую военно-воздушную в Томске, в Куте. И был распределен как лучший выпускник, круглоотличник всю жизнь. У него не было, у моего отца, в отличие от меня, не было ни одной четверки. Ни за одно бомбранитание, ни за один предмет. Получил назначение военно-морской академии имени, конечно, она должна была называться, имени Ворошилова Климента Фремовича, нашего знаменитого конного товарища. И в этой академии был штурманский факультет. В факультет морской авиации была штурманская кафедра. Отец готовил всех выпускников для всех флотов штурманов, переучивал. И я в 50-х, хотя бы все москвичи самоварного поколения, папа не москвич, а мама москвичка, но в Ленинграде я поступил в первый класс школы, номер 10 после Астровского района. Это изумительная школа. И по тем временам была, а сейчас не знаю. Закончил ее в 61-м году. И вы знаете, в моей жизни так сложилось, что мне почему-то, сколько о себе помню, с трехлетнего возраста, я все время в авиации. Не знаю, бывает это. Я встречал таких людей, у которых так сложилась жизнь. Но у меня была только авиация, понимаете, в голове. Отец, в частности, этому противодействовал. Он вообще не хотел, чтобы я был ни летчиком, ни пошел в армию. Но в 7-м классе у меня пошел такой поворот в голове, произошел, к чему немалому отец поспособствовал. Он доказал, что я не смогу быть летчиком. И я очень сгорелся, инженер учился, я очень хорошо, хорошо. Тройки у меня не было. И с 7-го класса я почему-то загорелся, мои все родственники у меня были в Москве. Ну, мои называется, мои очень красиво, Московский авиационный институт. Это авиация, ясно и понятно. Меня интересовала проектировать самолетовую, конструкция. В 8-м классе я прочитал все учебники всевозможные по авиации. Я выучил их наизусть, кроме интеграла. И был готов, как мне казалось. Но, закончив школу, прилетев в Москву, пришлось очень много потрудиться. Я тут целый отдельный рассказ, как я готовился к поступлению в мае за один месяц. 12 апреля состоялся полет, 61-го года, 61-го года я учил школу. Стоялся полет Гагарина. Полет Гагарина для меня был очень знаменательный, поскольку, вы знаете, я тайком слушал BBC и «Голос Америки». У отца был потрясающий приемник, которого вы наградили за точное бомбометание. Когда он до войны, приемник, как назывался, 6Н1. И когда он до войны, с первой бомбы разгромбил мост на каком-то учении. Ворожилов, он улучил этот приемник. Этот приемник на американских лампах от бомбардировщика В-25. Это, кстати, любимый самолет моего отца, Митчелл. Так был отлажен, он ловил с 11 метров и ловил все западные радиостанции. Я с 7 класса слушал «Голос Америки», признаюсь сейчас в этом. Ну, был идеологически подкован. В день 90-летия, со дня рождения Ленина, был принят комсомол, четвертым человеком по городу Ленинграду, как почти отлично учившийся товарищ. Но слушал этот, и вы знаете, накануне полета Гагарина, ребята все в школе знали, что у меня родственники все в Москве, бабушка там и так далее. И слушаю ППС в 20.00. И после гимна ППС, и после того, как я говорю, This is a Broadcasting Corporation, Bridge Broadcasting Corporation, такое молчание. А потом вдруг голос сообщает, такой взволнованный, в Москве ходят упорные шлухи, что завтра в космос полетит первый советский человек. Это лейтенант военно-воздушных сил Советского Союза. Все, больше ни слова. Потом пошли последние действия. На утро я пришел в школу, тут всем сидел, я на первой парке как отличник, и всем растрезвонил, значит, и получилось так, и вдруг в 10 часов полетел Гадарин. Понимаете, получилось так, что героем этого дня был одновременно и я. Но лет через 20-30 мне очень страшно стало за этот день, потому что, конечно, мне поинтересоваться, откуда мальчик знает, что полетит Гадарин, говорит об этом до этого и вообще. У него родственники в Москве. Только потом, когда я прикоснулся уже в Московском авиационном институте с этими делами, с режимом безопасности и контрразведкой, я, значит, понял, что я здорово рисковал, ему поставить своих родителей. Но, вы знаете, все чудом обошлось. Через три дня после выпускных экзаменов я улетел в Москву, и благодаря огромной там работе подготовительной, целый месяц, в это время полетел Гарда Титов, я сдал экзамены в мои на три пятерки, то есть 15 баллов набралось, 15. Устная письменная математика, устная математика и физика. Ракетная группа тогда формировалась просто. Никто никого ни о чем не спрашивал. Фокутет назывался летательные аппараты. Группа наша имела индекс С, что значило самолетчики. И ракетчики формировались просто. Золотая медаль победителя математических конкурсов, 15 баллов на экзамен. Все тебе было обеспечено ракетной группой. Никто никому ничего не говорил до четвертого полса. Все образование шло у нас общее. Потом выяснилось, что мы на кафедре академика Василия Павловича. Мишина. Уже тогда он не был еще академикам, извиняюсь. Член корреспондента Мишина, герой сестру. Да, наша кафедра ракетная. 102-я кафедра знаменитая. Это сейчас 601-я кафедра космического факультета. Деканом у нас был Олег Михайлович. Сейчас был недавно. Но тогда Олег Михайлович был лаборантом, лабораторией. И вел приборный отсек ракеты 8195, который был моим. Я за этого Александра такую стрючку получил от охарки. И вот представляете, это распределение наступает. Распределение в ракетных группах только два. Либо в подлибке, либо в человеке. Вот все, больше распределения нет. Две трети нашей группы пошло в подлибке Сергея Павловича Королева. Но Сергея Павловича Королева уже не было живых. Ровно за год до этого он скончался. И мы проходили преддипломную практику. И делали дипломы мои. Всего три человека из наших двух групп попало в отдел баллистики. Это два товарища, одна девочка, один мальчик и я. Мы попали в Липат-Фазов-Шапазово. Бывший отдел Лаврова, Лаврова, Святослав Сергеевича. Вы знаете, я, поскольку занимался самолетами, аэродинамикой, динамикой, выбрал сектор спуска. Вот мастерная планета, спускаемые аппараты, баллистика, динамика, спуска. Ну и после защиты диплома в июне месяце мы приступили к работе. В один из первых дней, вы знаете, КБ потрясало своим масштабом, своей энергетикой, своей заряженностью людей. Все были как-то необычайно раскованы, но страшно серьезные. То есть, без конца шло обсуждение, заседание. До 11 часов у нас в секторе вообще никто ни с кем никогда не разговаривал. Считалось дурным тоном. В 11 часов была физкультурная зарядка, когда передавалась. Вот тут немножко обменялись, как сыграл «Спартак», как сыграла «Торпеда». Потом опять наступала тишина. Все программировали сами, значит, никаких программистов не было. Все инженеры были, как сейчас, вот я представляю. За 190 рублей люди работали как высшие механики, математики, физики. Четыре сектора был, активный участок, полет к Луне, полет по Орбите и, значит, вот наш сектор спуска. В один из первых дней моего пребывания в КБ к нам в сектор зашла женщина. Небольшого роста, обаятельная женщина, ладно, стройная. И начал мы моего начальника, прекрасного механика, который отграбельно пришел, Евгений Александрович Тюлин, кандидат на МОГ. Начал на него наседать Евгений Александрович, где там характеристики, то, что, пятое, десятое. Ну, я так думаю, надо же, какие энергичные женщины такие, да еще небольшого росточка. И потом второй раз она зашла, потом третий раз. А на четвертый раз Евгений Александрович говорит, Сережа, вы сходили бы вот Гречка, Нина Викторовна. Я говорю, а кто это такая? А вот женщина приходила к нам в сектор. Это жена Жора Гречка. А Жора Гречка, я, Герой Михайлович Гречка, познакомился незадолго до этого в коридоре. Мой шеф шел по коридору, вдруг видим, стоит человек в спортивном костюме, в шестерном сидим, и сосломленный набой на костылях. Я думаю, что такое? Все так одеты, он вдруг стоит. Ну, мой подошел, Юра, здорово, Жора, здорово, ну, как ты, как я. Да вот, прыгнул с парашютом, сломал ногу. Мы, когда мы с шефом отошли, я, Юрий Иванович, спрашиваю, кто это? Он говорит, это Жора Гречка, он в отряде. Вы знаете, я к тому времени уже здоровый товарищ, мои, диплом, но я подумал, что в отряде по целине, понимаете? Мы в отряде ездили в отряд на целину. Я подумал, что это... Да я говорю, как у вас есть отряд целинный, тоже в Кабаку Ролева, который на целину ездит? Он мне. Сержик, ты только не трепись, он немножко заикался. Это отряд космонавтов, это мой отряд. И так вот, эта женщина оказалась Лина Викторовна Гречка. Обаятничный человек, высочайший профессионал, выпускник военнеха. В дальнейшем у меня с ней сложились исключительно хорошие отношения. Она меня называла красавчик с Арбатой. Я же в Москве родился на Арбате, называла меня красавчик с Арбатой. Красавчик с Арбатой, ну как дела? Спускаем аппарат, еще не угробили? Я говорю, да нет, Нина Викторовна, все в порядке. Нина Викторовна вела аэродинамику, спускаем аппарат. Полностью. Тысячи продовок, сотни продовок в одноместных круг официальных. Дни и геофизики, в остальных институтах. Все это собиралось вместе. Получался такой документ расчетный, назывался он ГРС-16. Это документ, где все аргумические характеристики спуска аппарата, которые мы закладывали в расчеты и считали уже по эстику динамика заводская. Нина Викторовна проделала огромную работу. Она была обаятничным человеком. Всегда очень серьезная, собранная, в начале группы. Но, когда к ней подойдешь, начинаешь разговор, вдруг лицо освещалось такой необычайно приветливой, радостной улыбкой. Глаза, серые глаза начинали сверкать. И такой шел разговор очень... Ну, кроме того, оказывается, Нина Викторовна вела и баллистику головной части ракеты. Аэродинамику системы аварийного спасения вела на аэродинамику головной части первого советского бюджетмена ракеты 8К-198. Была такая головная часть на ней, 15Ф1. Ну, конечно, работа в КБ, это не одна Нина Викторовна. Одни у меня остались самые теплые воспоминания. Это не одна Нина Викторовна. Масса была других выпускников в ММЕХ у нас. Королев вообще брал на свою ферму людей МАИ, Мишевская кафедра, МВТУ, Геодосевская кафедра. В ММЕХ брался еще Томский университет, политехнический институт или еще что-то очень мало людей из Ленинграда. А в ММЕХ был, так сказать, в большом почете. Но, должен вам сказать, что, конечно, работа в таком стабильном, даже у Королева, где есть выдающиеся личности, выдающиеся руководители. Мишин, завкафедра наша, Охатка Сергеевич, первый заместитель, это, так сказать, ведущий по всей конструкции всех ракет-носителей, Бушуев, кстати, доволен космические корабли, прекрасные испытатели, Асташов, Трибук, там и так далее. Масса других проектов. Но КБ работает тысячами людей. Тогда в КБ было много тысяч человек, 5-6 тысяч человек. Это были выпускники МАИ, ВТУ, инженеры, ведущие инженеры, которые за 190 рублей, как говорится, делали чудеса и опережали американцев в то время на 6-10 лет. Я хотел с вами еще поделиться воспоминаниями о Сергея Павловича Королеве, но Сергея Павловича Королева мы не застали. Мы пришли через год после того, как он умер. И этими воспоминаниями, в такой день трудно его не вспомнить, конечно, этими воспоминаниями занимался много лет мой хороший товарищ, ведущий проектант по системе СУБК, системы управления бортовыми комплексами у чертака, это Герман Николаевич Фармин. Он был предан Королеву, изучил всю его биографию, массу материалов собрал, высказывания о нем собрал. Он был просто фанат Королева этого дела. Сам он кандидат наук, профессионал высшего класса. И мы с ним вот такую книжечку выпустили, он выпустил небольшую книжку воспоминаний. Мне даже хочется некоторые моменты осветить. Вот когда Герман Степанович, как бы была первая встреча, Герман Николаевич и Гера Фарминан с Королевым, они работали всю ночь в МИДе на изделие 1СФ61, это наш разведчик Зенит, первый фоторазведчик. Работали две ночи подряд, без перерывов, на 2-3 часа. Перепаивали всю схему подключения АФУ к системе СУБР. А перепаивали как? Паяльник стоял, розетка была в 70 метрах от места, где они паяли. И вот начальник его паял, а Герман Николаевич включал паяльник, и, значит, бежал, когда он нагревал и сжал, бежал паяльник. Потом остывал, он бежал обратно. За эти 2 суток, говорит, я так забегался, что это неожиданное спортивное мероприятие здорово выбило меня из колеи к концу дня. И вот когда эта, как говорится, панама закончилась, Гера немножко расслабился. Я и потерял контроль за окружающим. Ушел в себя, учился от внешней обстановки. И, очнувшись, вдруг увидел, что я стою один посреди зала. Ребята как-то ступились в сторону, пространство вокруг меня опустело, а я оказался один на один с невысоким, коренастым, каким-то очень аккуратным и необычайно рассерженным человеком. Раньше я никогда не видел его близко. Но почему-то сразу понял, передо мной, вернее, я перед ним, стоит Королёв. До этого я видел его в подвигах, издалека, на митингах КБ по поводу очередных побед во своем и космосе. Но тут не понять, что это Королёв был просто невозможен. Этот человек излучал такую энергию, такую уверенность в себе, такую силу власти над окружающими, над ракетами, лежащими в зале, над спутниками, ждущими в свою очередь для подготовки к полету, над людьми, стоящими вокруг, что никем, кроме как Королёвым, быть не мог. Сергей Павлович, набыщившись, вошел в свободное пространство около меня, поздоровался демонстративно за руку со всеми стоящими вокруг, со всеми, кроме меня. Было видно, что он ужасно раздражен чем-то и здорово недоволен. И недоволен именно мной, я категорически не понимал, почему. Его тяжелый взгляд остановился на мне. Вновиде спустя он спросил, что это на тебе одето. Я быстро осмотрел себя. Обыкновенные чешские сандалии, серые носки, светло-серые вьетнамские брюки нормальной ширины. И моя гордость, только что перед отъездом на полигон, с трудом в очереди в ГУМе куплена польская рубашка. Элегантная, свободного покроя, с накладными карманами, неопытновенные по тому времени непривычно, ярко расцветки. Видимо, именно она ее вызывала, цедармония с суровой рабочей монотонностью мига. И завела Королева, не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос. Он голосовал зло, чтобы я больше не видел тебя в этой рубашке. Я понял, что повержен, унижен, уничтожен в глазах моих товарищей. Хотя и Королева, пытаясь сохранить свое так называемое лицо, я спросил, снимать прямо сейчас или можно в гостиницу. И изобразил попытку расстегнуть пуговицы на рубашке. Королев ничего не сказал, настиганал меня таким взглядом, что я понял еще один звук с моей стороны, и я отправлюсь домой, не на выжделенном самолете, а по шпалу и пешком. Полигонные предания хранили такой способ отправки домой провинившихся. И говорят, Королев успешно пользовался этим способом. Или, по крайней мере, грозился это сделать. Суровый СП был суровым, но был очень отходчивым человеком. Для того, чтобы сменить хвостку на отечественную футболку, мне понадобилось 20 минут. Это время бега от мига до первой гостиницы и обратно. Потом старики говорили, что мне еще повезло. У Ивановского, Олега Георгиевича, ведущего конструктора по гагаринскому кораблю «Восток», Королев в свое время в самолете сорвал колон из его модного хвостского плаща и обещал отправить его домой кашпалу. Вот такое было первое знакомство с Королевым. У каждого, у каждого свое. Хотелось, конечно, остановиться еще и на таком моменте. Тогда я просто хочу сказать вам, молодые люди, что из всего еще несколько очень интересных встреч было с Королевым. И особенно я хотел остановиться, конечно, на полете корабля «Восток» на самом полете. В этом полете, вы знаете, что корабль «Восток» пошел с Гагарином в полет с очень серьезной недоработкой. Не отстреливалось кабель-мачта. То есть кабель-мачта была в кабеле проложена так, чтобы гранажи переломали, так сказать, и этому мистрам. Это было на ТКА номер один на корабле перед Востоком. ТКА номер два на корабле перед Востоком. Так летал Гагарин с неострелившихся мачтем. И так и стал Титов. Королев не произвел этой доработки. Потому что не было времени. И было ужасно некогда. Американцы наступали на пятки. Того, где и совершался полет американский. И Королев принял решение, обоснованное решение, идти в полет с Гагарином с этой серьезной недоработкой. Кабель-мачта просто перегорала в атмосфере. Приборный бригад на СИК, испуская в аппарат шарик, летели соединенные этой кабель-мачтой. Она перегорала. Но это приводило к большим разбросам посадки. То есть недобирали дальность. Отклонение было 600-400 километров. В общем, очень приличная вещь. Ну и Королев все-таки решил идти на такой полет. Вы можете представить, что было бы, если, так сказать, он бы замедлил бы с этим. Но он обоснованно принял такое решение. И победил в начале. Но мне хочется еще одно воспоминание прочитать. Это воспоминание нашего будущего героя соцтруда. Слесаря-зборщика, главного, отвечающего за все системы. Вот как проходил непосредственно перепуском. Как вел себя королев. Морозов вспоминает. Наши рабочие места в бункере располагались на глубине 20 метров. Их 100 метров от стартового стола. В пунктовой запуска знаменитой семерки. Для пульта включения вортовых систем был выделен закуток. Примерно 5-6 квадратных метров. Пультовая размещалась в конце коридора. На нижнем ярусе бункера, рядом с гостевым. В этой находились Королев впусковой. Кириллов стреляющий. Воскресенский контролер. И так далее. Стояла Ленинградская система разработки биофрезов. Прибор это пульт медицинской аппаратуры Ума. Которая контролировала медицинские параметры Гагарина. Ну и все набились в эту комнату. Конечно. Огромное число людей. И получилось так, что все сидели друг у друга на коленях. В буквальном смысле. Ну и так. И Морозов за несколько минут до старта. За 10 минут, за 15. Вышел кукурить. А потом он перепутал двери. И вошел. При возвращении. Я наверное торопясь спутал двери. Влетел в гостевую комнату. Где был Королев, Воскресенский и так далее. И попал в крайне неудобное положение. В комнате были только двое. Сергей Павлович Королев и Олег Дедович Ивановский. За перископами, предназначенными для высококостановых гостей. Они не могли видеть меня. Я же их прекрасно видел. И самое главное слышал. Королев разносил Ивановского по лучшему разряду. Гнев его был ужасен. Он выражался одними парламентскими выражениями. Больше того, я таких выражений никогда не слышал. Ни от Королева, ни от кого-либо рядом. Видимо, Королев, будучи на Макадании, очень здорово обучился некоторыми фразами, которые влияли на людей. В перечислении грехов были известны мне стрижки по Ивановскому, когда кабели были неправильно обрезаны. И только что отремонтированный Катарин, вы знаете, из контакта, который Катарин задел рукой и легче закрывался герметично. И масса других замечаний, на которые Ивановский якобы будет наказан в Москве в самом жесточайшем образом. Но самым удивительным для меня в этой картине было то, что Ивановский плакал. Крупные тяжелые слезы чуть ли по его щекам. Их, этих слез, я испугался даже больше, чем руками и брали Королева. И предпочел как можно быстрее тихонько реагироваться. И только позднее, повзрослево, может быть, немножко поумнев, я понял, что то, что было с ними в гостевой комнате, была реакция на ту безумную усталость физическую и психологическую, которая накопилась в процессе подготовки исторического пусто-востока. Реакция на ту колоссальную ответственность, которую они ежедневно, ежечасно, ежедневно набрали на себя. Естественно, один на более высоком уровне, другой на менее. Но при этом абсолютный уровень расхода психофизических ресурсов был выработан начато. Их организмы требовали разрядки. Они должны были избавиться от этой инвалиды в крови. Делается это разными способами, в зависимости от типа психики данного человека. Королёв разрядился, проведя воспитательную работу с Ивановским. Таких выражений, которые я никогда больше в жизни не слышал. Слёзы – это тоже способ избавиться от адреналина, только более нервный. В конце концов прозвучала команда на пуск. Был дан старт. Раздалась и динамику. Дан старт. Поехали. Наблюдавшие полёт ракеты через перископ в Смисенске докладывают о том, что «Кангас в норме», «Рыске» в норме, «Клэр в норме», полёт нормальный. Когда было решено покинуть рабочие места, все выбросились к выходу. Увидели лишь только белый реверсионный свет ракеты в голубом весеннем небе и запах такого горького, но такого ароматного, многих тонн сгоревшего керосина. И опустошённые, как после сдачи экзамена, ну, наконец, всё кончилось, пошли пешком со стартовой площадки на нашу живую вторую площадку, не вполне сознавая важность происходящего. Не зря Сергей Павлович говорил, что это очень было справедливо, что именно он, русский человек, советский инженер, Сергей Павлович Королёв, произнес эти слова «Я заря, Королёв был заря». Я должен сказать в заключение, что недавно российская газета буквально 2-3 дня назад опубликовала огромный разворот, посвящённый космосу, где написано «Кто будет Королёвом?» Ну, Королёвом будете вы, молодые люди. Да-да-да, вы только служите ни деньгам, ни этим прихвостям, ни кому-то ещё, а служите своему делу, делу, которое вы любите, которое знаете, совершенствуйтесь в этом деле. И именно это сделаетесь прекрасными инженерами. А таких инженеров у вас портрета, наверное, стерней хватит завершить, сколько вы вверх выпустил достойнейших, крупнейших варитей. А вы будете инженерами прекрасными, станете прекрасными менеджерами. Я, например, в 33 год стал ведущим конструктором, и ничего, беспортийное. Никакая советская власть никогда не препятствовала, наоборот, только помогала. Желаю вам огромных успехов в учёте. Ещё раз поздравляю с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ